5 июня Всероссийский детский центр «Смена» с рабочим визитом посетили заместитель министра образования и науки Российской Федерации Потехина Ирина Петровна, директор департамента государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи Миноборнауки России Михеев Игорь Анатольевич и заместитель министра обороны Российской Федерации генерал армии запаса Панков Николай Александрович и начальник главного управления по работе с личным составом вооруженных сил Российской Федерации полковник Барышев Михаил Николаевич, а также начальник аппарата главного штаба юно-армии, заслуженный мастер спорта, олимпийская чемпионка Слесаренко Елена Владимировна. Гости побывали на показательных выступлениях 7-й гвардейской десантно-штурмовой краснознаменной орденов Суворова и Кутузова дивизии на аллее российской славы, фестивале ГТО и фестивале русских игр, где состязались мальчишки и девчонки, участники тематических смен. Особый интерес вызвала экскурсия в уникальный профориентационный центр в смене «Парк будущего», где были представлены основные направления работы. Совместность смены мы провели профильную смену ЮНТЕХ. Буквально недавно, в конце апреля месяца, 200 юно-армейцев учились конструировать, управлять беспилотными летательными аппаратами, управлять роботами, работали в химических лабораториях, разбирали, собирали двигатели автомобилей, ну и, короче, использовали возможности «Парка будущего» по полной. Конечно, мне хочется, чтобы таких смен было как можно больше, и наши совместные усилия, Министерство образования и смены, и ЮНТЕХ, и Министерство обороны давало возможность ребятам найти себя, реализовать свои какие-то желания, стать профессионалами своего дела, ну и обязательно патриотами, любить Родину. В этот же день прошло рабочее совещание об организации и проведении смен патриотической направленности Министерством образования и науки Российской Федерации и Министерством обороны Российской Федерации во Всероссийском детском центре смена. Смена становится той площадкой перспективной, очень важной, на которой у ребят будет возможность в «Парке будущего» пойти и попробовать самые разные профессии. Я очень хорошо помню себя, мне хотелось каждый месяц чего-то нового, и ты не понимаешь, тебе хочется, потому что ты себя так придумал, или тебе действительно нужна вот именно вот эта конкретная профессия. Если у тебя есть возможность пройти по разным павильонам, попробовать робототехнику, попробовать, не знаю, аддитивные технологии, попробовать интернет вещей, ты сам потом можешь решить, чем ты хочешь заниматься. И это абсолютно новое качество, которое появилось у смены, и это то, зачем будущее.